В попытках найти хоть какое-то объяснение этому феномену, сотрудники НАСА обратились к архиву и неожиданно обнаружили там отчет за 1995 год, в котором один из астронавтов подробно описывает то, как во время полета на шаттле он увидел за окном иллюминатора настоящий город. Мегаполис, парящий среди звезд. Бывает, что космонавты видят с большой высоты объекты, которые, казалось бы, с 300-500 километров так детально видеть нельзя. В том же 1995 году космонавт Сергей Кричевский занимался исследованием странных видений, которые случались у космонавтов, побывавших на орбите. Необычные отчеты приходили после каждой экспедиции. Возникают такие необычные сновидения, эффекты с погружением и ощущением себя в каких-то ретроструктурах, типа динозавры, или в средних веках, или в будущем. Да, вот это один вариант видений, да, эффектов. Есть еще и прагматические явления, свечения частиц Глена, так называемых, когда видели что-то типа НЛО за бортом летает, за бортом, да. Исследователю удалось собрать десятки случаев, рассказанных космонавтами. Одни описывали настоящее путешествие во времени, в далекое прошлое. То, как они неожиданно переносились на десятки, а то и сотни лет назад, и оказались в другой эпохе. Одни описывали, как они попадали в эру динозавров. Другие говорили о том, что видели за окном иллюминатора самих себя и своих близких, и даже слышали их голоса. Все так, будто за бортом космического корабля, среди звездных просторов разворачивалась совершенно реальная жизнь. Точная копия той, что была у каждого из них на Земле. Можешь оказаться в шкуре динозавра. У него был такой сюжет. Он ощутил себя динозавром, идущим в стае по какой-то там горе по склону. Впереди там еще несколько экземпляров. Он видел свои лапы динозавровые, чешуйки на шкуре, чувствовал вздыбливание пластинок, когда он там, условно, за кем-то гнался и так далее. Но как объяснить подобное видение? И с чем в действительности столкнулись космонавты? Некоторые специалисты предположили, что космонавты, совершая длительные полеты, входят в некий транс, и именно поэтому наблюдают странные и порой фантастические видения. Невесомость, повышенная радиация, постоянные солнечные вспышки – все эти явления дают повышенную нагрузку на мозг и психику космонавтов. И результатом этого становятся различные галлюцинации. Возникают эффекты внутренней игры сознания, мозга человека, который находится в необычной среде. В отличие от нас, сидящих в земных условиях, там на орбите вокруг Земли, 300 и там более километров, совсем другая среда. Не говоря о том, что люди в невесомости, но там очень сильно воздействуют внешние излучения, космические лучи, которые вот здесь мы их почти не ощущаем, они экранированы атмосферой плотной, а там это воздействует и может вызывать определенный эффект, в том числе возбуждая какие-то структуры мозга и в том числе порождая вот всякие феномены малоизученные. Однако космонавты утверждали, увиденное нельзя назвать галлюцинациями. Слишком реальными были все ощущения и перевоплощения, которые с ними происходили. Более того, как объяснить тот факт, что многие из космонавтов оказывались в будущем? Так однажды член экипажа орбитальной станции «Мир» увидел себя со стороны, будто на экране кинотеатра. Красочная картина развернулась за окном иллюминатора, прямо среди космических просторов. Он видел, как вместе с другими членами экипажа совершал выход в открытый космос, который должен был состояться со дня на день. Что если космонавты во время полетов пересекают границы между мирами, между прошлым и будущим? И за те несколько секунд, что они находятся в этих зонах, перед ними разворачиваются целые картины того, что уже случилось когда-то или только должно произойти. Эти границы, по предположению исследователей, похожи на невидимые потоки информации, высокоэнергетические лучи, которые заставляют человеческий мозг работать иначе, воспринимать и видеть то, что находится за гранью нашей реальности. Ты попадаешь в какой-то кусок воздействия луча, когда вот покасательно там, условно говоря, находишься в поле зрения, или что-то еще. Ушел, все прекратилось. Но если такие зоны, где соприкасаются реальности, действительно существуют, то есть ли опасность, попадая в такой луч, застрять в между мире ее навсегда? Представьте, мы вокруг Земли летаем, а вдруг ты пошел, попал на Марс, дали по какой-то траектории попадающей, долго-долго ты находишься в луче, там, не 5 секунд, не 4 минуты, а те же 40, да? И вдруг ты войдешь, и будет некая психологическая кома, то есть ты вошел, а не вышел. Так существуют ли параллельные реальности? И если да, то где находятся зоны их пересечения? Быть может, эти границы действительно лежат где-то в просторах космоса? Но что если, пересекая эти невидимые человеческому глазу области, появляется опасность застрять в другой реальности? Звучит фантастически, если бы не последнее открытие ученых. Так совсем недавно физики из Европейского центра ядерных исследований нашли подтверждение тому, что параллельно с нашим миром развиваются десятки реальностей. И все они находятся в пределах нашей Вселенной. Эти миры для человека неосязаемы и незримы, но они так же реальны, как и тот мир, в котором живем мы. В 2011 году физики из Церна сделали сенсационное открытие. При помощи большого адронного коллайдера они разогнали микроскопическую частицу и определили, что ее скорость превысила скорость света. Но как такое возможно? Ведь до этого момента считалось, что опередить скорость света нельзя. После этого удивительного открытия ученые выступили с обращением за помощью ко всему мировому научному сообществу. В надежде на то, что найдется ученый, который сможет объяснить этот невероятный феномен. Ведь если ошибка не обнаружится, это будет означать, что мир вовсе не такой, каким мы его себе представляем. И помимо нашего трехмерного пространства существуют и другие, более объемные измерения. И они могут иметь 30 или 40 пространственных характеристик. И что если в этих измерениях так же кто-то живет? Другие реальности, они существуют, а мы их не видим. Это не значит, что их нет. Они есть на самом деле. Просто наши органы чувств не позволяют этого замечать. А когда вы начинаете расширять сознание, науку развивать, вникать все глубже, у вас все начинает представление меняться. И вы начинаете видеть совершенно другие реальности, что мир может жить совершенно по другим законам. Если физики действительно не допустили никакой ошибки, то это может быть доказательством того, что параллельно с нашим миром развиваются еще десятки подобных реальностей. И во Вселенной есть зоны, где эти реальности соприкасаются. Более того, по расчетам ученых, на этих границах законы времени просто не действуют. Иначе говоря, в зоне междумирья стрелки часов стоят на месте. Информация переходит в нейтральное состояние, и вы можете вмещать в себя ее любые объемы. Вы можете тасовать ее как хотите, у вас нет консервативного мышления, и у вас разум становится безграничным. Безграничными становятся не только возможности разума. В зонах междумирья законы физики просто не работают. Там нет времени, и не существует привычного нам пространства. Попадая в такую зону Вселенной, любой из нас может оказаться в конечной точке своего пути, даже не начав движение. Находясь, к примеру, в Москве, вы можете просто подумать о том, что желаете оказаться в Мадриде, как в ту же секунду туда перенесетесь. Но что самое удивительное, время будет стоять на месте. И это будет означать, что ваше путешествие заняло ноль часов, ноль минут и ноль секунд. Но возможно ли такое на самом деле? В каких-то точках пространства время может идти быстро, а в каких-то медленно. И, соответственно, этот эффект будет проявляться на уровне физики. О том, что во Вселенной есть зоны, где время идет иначе, впервые заговорил известный советский астрофизик Николай Козырев. Ученый с помощью приборов, таких как механические крутильные весы и телескоп, изучал скорость времени в разных уголках Вселенной. С помощью этих приборов регистрировали потоки субстанций времени из разных точек нашей Вселенной. Делались эти опыты в основном в Крымской астрофизической обсерватории, ну, частично в Пулково. Для своих наблюдений астрофизик выбрал две яркие звезды ночного неба – Сириус и Процион. И это не случайно. Ученый считал, что вычислить скорость времени можно только при помощи наблюдения за светом, который излучают звезды. Известно, что звезды настолько далеки от нас, что мы видим их передвижение по небу с невероятной задержкой. Так, будто мы смотрим на бегуна в замедленной кинопленке. Пока свет от звезды дойдет до нас, сама звезда уже переместится в другое место небосвода. Иначе говоря, мы смотрим на звезды, но в действительности видим лишь свет, который они оставили после себя. Вставился этот датчик, наводилась точка телескопа в точку, где, скажем, планета находится физически сейчас. Ну, не планета, вернее, Солнце, да, какое-то удаленное. А сейчас там ничего не видно, потому что эти лучи света прилетят через много сотен или тысяч лет. И оттуда получали сигнал. В ходе своих экспериментов Кузырев получил световой сигнал из тех точек Вселенной, где звезда еще не оказалась. Иначе говоря, время опережало реальный процесс. Затем в других точках Вселенной он получал световой сигнал от звезды, которая уже переместилась. Получив результаты, Кузырев выдвинул невероятное предположение о том, что всю Вселенную пронизывают потоки времени разной скорости. И если поместить обычные часы в эти потоки, то в одном из них стрелки на циферблате часов бежали бы с невероятной скоростью, а в другом потоке практически остановились. Но самое удивительное заключается в том, что, находясь далеко от нас, в просторах бесконечного космоса, эти потоки все равно достигают Земли и влияют на скорость процессов на планете. Если вы находитесь в зоне разряжения, вы наблюдаем то, что называется в науке синдром хронической усталости. То есть человек заторможенный, малоподвижный, мозги работают плохо, он сомливый. Начинают все болячки, которые только в нем есть, тут же, так сказать, себя проявлять в жизни. Наоборот, когда человек находится вместе с высокой плотностью, там у него резко все активизируется. Но если потоки времени с разной скоростью действительно пронизывают всю Вселенную, то сколько их и в каких именно точках космических просторов они находятся? Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Павел Свиридов выдвигает на этот счет свою уникальную теорию. Он предполагает, что эти потоки расположены в строгом порядке на определенном расстоянии, так, будто были созданы искусственно. Вот так называемая ось времени. По эту сторону форма кроспоспулярная, а здесь волновая форма. Волна. И этот мир связан некими узлами взаимного перехода. Мы живем вот в кроспоспулярном виде. Соответственно, вот здесь некая ось событий. Ось событий. А это ось времени. Все варианты, которые приходятся вот сюда, являются альтернативными основной оси событий. Они быстро сворачиваются или переходят в невероятное. То, что невозможно случиться. Свиридов предполагает, что мир похож на спираль, которая делится ровно пополам. По одну сторону существует наш материальный мир, по другую – мир тонких энергий. В точках, где эти два мира соприкасаются, образуются сверхмощные потоки энергии. Мы существуем в форме частиц. У нас есть определенные параметры, связанные с длиной, шириной и разверткой во времени. Есть проекция этого мира в волновой части Вселенной, в базовой. Соответственно, можно говорить об альтернативном мире как проекции нашего мира в виде волн. Иначе говоря, в волновом мире живут энергетические двойники всех людей на Земле. Они не обладают физическими телами и по своей природе похожи на прозрачные сгустки энергии. Более того, и в материальной реальности, и в другом мире, что существует в виде волн, есть прошлое, настоящее и будущее. Каждый вот этот горб является некой эпохой. Это как кадры кинопленки, которые соединяют связь времен в нечто единое целое. В каждой эпохе существует жизнь нескольких поколений. Как правило, три поколения. Это примерно 36-50 лет. Соответственно, говоря о прошлом, мы соотносим вот с некой вот этой эпохой. Говоря о настоящем, вот с этой. Говоря о будущем, вот с этой. Если эта теория верна, то попадая во временные узлы, где пересекаются реальности, человек будто оказывается в машине времени. Он может переместиться как в прошлое или будущее в своей реальности, так и попасть в совершенно иной мир, который находится по другую сторону от земного. Переходы из одного мира в другой, альтернативный, возможны, но без материального носителя. Иначе возникают отклонения, хрональные отклонения, которые приводят к проявлению различных сил природы, стихии, землетрясений. В 1943 году на базе ВМС США проводится сверхсекретный эксперимент «Радуга». Десятки военных и ведущие ученые мира собрались для того, чтобы создать прибор, о котором до этого писали только фантасты. С помощью сверхмощных генераторов ученые намереваются создать своего рода электромагнитный купол, который сможет сделать невидимыми американские корабли для любых вражеских радаров. Испытание было решено провести на эсминце Элдридж. Невероятный проект, по задумке американцев, должен был решить исход Второй мировой войны. В этом эксперименте участвовал не только Тесла, в этом эксперименте принимал участие Ийнштейн и Опенгеймер. Эта задача этого эксперимента была поставлена таким образом. Не только, чтобы корабль исчез, сделать его невидимым, но и изучить, существуют ли параллельные измерения, сможет ли корабль перемещаться во времени и пространстве. На эсминце Элдридж были установлены сверхмощные генераторы, которые создали особое магнитное поле. Согласно плану, его излучение должно было изменить внешнее электромагнитное поле вокруг корабля. И благодаря этому сделать Элдридж невидимым для чужих радаров. Но в ходе эксперимента случилось непредвиденное. Эсминец, на борту которого находилась команда из 180 человек, неожиданно исчез. Было создано определенное тероидальное сфероидное поле. посредством вот как раз резонаторов Теслы, которым окружили, возникло зеленое свечение, возникло нечто, которое переместило корабль сейчас. От судна остался только зеленоватый туман. Через короткое мгновение эсминец возник прямо из воздуха в Норфолке, штата Виргиния. В сотни миль от места эксперимента. Из всего экипажа живыми вернулись только 20 человек. Остальные умерли от ожогов, облучения и поражения электрическим током. Но как? Целый эсминец вместе с экипажем на борту мог просто раствориться в воздухе? После исчезновения корабля Элдридж произошло нечто так сказать труднообъяснимое. Когда корабль вернулся обратно, он появился, как вот временно исчез, то есть такая версия и даже где-то подтверждение, что люди, которые были на этом корабле, они были как бы вплавлены в металл. То есть это было страшное зрелище, когда из корпуса корабля торчит там голова, рука. После завершения эксперимента «Радуга» была опубликована официальная версия о том, что на Элдридже испытывались лазерные пушки и якобы их разрабатывали для уничтожения вражеских спутников-перехватчиков. Однако была и другая версия, согласно которой не было никакого внезапного исчезновения. Ученые специально создавали генераторы для перемещения в другие временные измерения. Этот объект ушел в вероятную точку будущего нахождения в базу Норфолк. спустя какое-то время этот эсминец был отбуксирован в базу Норфолк, и он там долго стоял. И когда шел фидерфильский эксперимент, то его увидели там. То есть он переместился не в виртуальный мир, а он переместился в будущее. Впервые о перемещении в иную реальность с помощью мощного электромагнитного излучения заговорил физик и инженер Никола Тесла. Такая идея перемещения во времени пришла на ум физику, когда он настраивал у себя в лаборатории радиоприемник. Неожиданно ученый услышал странное радиоэхо. Это был приглушенный голос мужчины, который тогда вещал в эфире радиостанции. Он был отчетливым и как будто электронным. Необычный отголосок появлялся с задержкой в несколько секунд и звучал так, будто это было вовсе не эхо, а посторонний сигнал, который уловил радиоприемник. Появляется как бы дубль, такое подобие как эхо. Некоторые исследователи начали склоняться к тому, что может быть это отражение аносферы или других каких-то вещей, связанных в космосе с плазмой. Но парадокс в том, что это стало появляться регулярно и даже систематически. Еще одна парадоксальная вещь, такое ощущение, что идет ретрансляция этой радиостанции в другие точки Вселенной либо в точки даже, можно сказать, галактики. Позже Тесла установил, что феномен радиоэхо фиксировался на волнах, которые находятся в диапазоне от 13 до 30 метров. Невероятно, но это именно те частоты, которые способны выходить за пределы ионосферы Земли. А это значит, что сигнал приходил откуда-то извне, а наши земные приемники его улавливали. Но если это действительно так, то кто посылает нам эти сигналы? После завершения экспериментов Никола Тесла предположил, что это загадочное эхо, не что иное, как искусственный радиосигнал, который передается таким же передатчиком, двойником из альтернативной реальности. Наша планета существует в различных измерениях и развивается параллельно с другими измерениями, то есть на разных уровнях. И параллельно этому идет как бы дубль сигнала. Чтобы убедиться в том, что иная реальность, из которой мы можем получать голосовые сообщения, действительно существует, Тесла решил проверить это экспериментально и начал работать над созданием радиотрансляционной башни в Орденклифе, которая должна была транслировать подобные сигналы в другую реальность. Официально ученый заявил, что строит вышку для беспроводной связи. Она была засекречена настолько, что сначала даже специалисты не могли понять, что это за башня. Но, насколько известно, башня была в высоту довольно-таки приличная и плюс еще и в глубину. Но лишь немногим было известно, что на самом деле башня предназначалась для трансляции сигналов и перемещения предметов в другие миры. Более того, некоторые исследователи утверждают, у Теслы был план с сотнями таких ретрансляторов, которые он намеревался установить по всей планете. Конструкция башни была такова, что позволяла перенастроить магнитное поле Земли. Башня была создана с целью изучения и для того, чтобы ставить эксперименты с магнитным полем Земли. То есть башня предназначалась чисто для экспериментальной работы. С появлением этой башни происходили некие такие феномены, как свечение в небе, недалеко от этой башни в этом районе. Было свечение такой яркости, такой интенсивности, что можно было даже читать газету. Тесла продолжал работать над созданием вышек. Физик стремился создать систему, которая могла бы изменить частоту вибраций всей планеты и как следствие всех людей. По расчетам ученого, в тот момент, когда частота вибраций Земли перешла бы на более высокий уровень, Земля переместилась бы в альтернативный вариант реальности и, возможно, попала бы в собственное будущее. Попытался достичь такого резонанса. Он его достиг. Но энергетика была такова, что он испугался и прекратил опыты, потому что можно было просто разорвать Землю. Однако планам Теслы не суждено было реализоваться. В 1943 году ученый неожиданно покинул свою лабораторию в Орденклиффе. Физик исчез, оставив свое рабочее место практически нетронным. А через несколько дней его обнаружили в одном из гостиничных номеров в Нью-Йорке мертвым. Он скончался от сердечного приступа. До сих пор еще мало кому известно, что произошло с ним. Но, судя по всему, я боюсь ошибиться, но где-то были допущены, видимо, просчеты, либо даже не просчеты. Мы просто мало в то время знали о параллельных мирах, других измерениях. Мало кто знает, что до экспериментов Николы Тесла уже была предпринята попытка создать приемники, позволяющие улавливать сигналы из параллельных миров. Еще китайские мудрецы верили в то, что человек способен воспринимать энергию и информацию из другого мира. Так в стране восходящего солнца было создано целое учение о том, как уловить поток информации из другой реальности. Китайцы называли это состояние оседлать линию дракона. Мы во времени просто живем, то есть мы полностью зависим от времени. Если мы попали в какие-то карманы плохие времени, то у нас все разваливается. Если мы находимся в хороших карманах, то все хорошо. Просто аналогию надо понимать. То, что называл козырь в субстанции времени, в древности это называлось в Индии прана, жизненная энергия, в китайцы тоже жизненная энергия. Более того, китайцы были одними из первых, кто попытался создать приемники, которые могли бы улавливать информацию из параллельных миров. Однако знания о том, какими были эти установки, не дошли до наших дней. И только совсем недавно исследователи отыскали упоминания об этих приемниках в легендах древнего Китая. В одном из таких текстов говорилось о том, что эти приемники ничто иное, как пирамиды, которые расположены по всему земному шару. Никто не понимает, что это такое, никто не знает, зачем, с какой целью их создал, но они есть. Они есть в Мексике, они есть на дне океана, они есть там, где гор нет принципиально, в частности под Каиром, на Плате Гиза, они есть где-то на территории Сербии, Югославии, они есть в Китае, везде они есть. Последние открытия ученых буквально взорвали научный мир. Они доказали, что наш мозг нас обманывает, и весь мир, небо, солнце, деревья и даже комната, в которой мы находимся, по сути, существуют только внутри нашего сознания. Внешний мир это образ, сложившийся в мозге в результате передачи информации о нем через электрические сигналы. Спелость яблока, твердость доски, ваша мать или отец, дом, все это мы воспринимаем с помощью электрических сигналов, которые воспринимает мозг. Более того, физики утверждают, во внешнем мире вне нашего мозга не существует даже света. Но тогда каким образом мы воспринимаем реальность? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые пришли к выводу, что наш мозг каким-то непостижимым образом улавливает незримые электрические импульсы, сигналы, которые поступают из внешнего мира. И мозг сам преобразует их в многоцветные картины. В мозге каждого из нас царит полный мрак, ведь свет не может напрямую воздействовать на мозг, но при этом мы видим красочные картины мира, когда в действительности это лишь сигналы извне. Не следует забывать, ваше тело это тоже восприятие, формирующееся в мозге. Но как мозг получает эти сигналы? И кто посылает их нам? Кто диктует людям, каким мы должны видеть этот мир? И что если все, что мы привыкли принимать как должное, может оказаться лишь нашей фантазией? В 2012 году ученый из НАСА Рич Террилл выступил с сенсационным заявлением. Математические и физические расчеты, которые он проводил в течение долгого времени, показали, что наш мир это сложнейшая цифровая программа, написанная кем-то специально. Ученые считают, что мы живем в гигантской компьютерной симуляции, созданной программистом из будущего. То есть мы существуем, ощущаем себя реальными объектами, сидя там в кресле на диване перед телевизором, и мы рассматриваем некий мир, который для нас реально не существует, а является лишь определенной проекцией волн телеэфира. Чтобы теория Террилл стала доступнее, он в качестве примера взял известную во всем мире игровую приставку PlayStation и предположил, что уже через 30 лет человечество овладеет такими компьютерными играми, которые полностью смогут смоделировать реальную жизнь, в которой будут сотни героев. И у каждого из этих виртуальных героев будет своя судьба. Террилл считает, что наша жизнь это та же компьютерная игра. Нечто, да, решило создать некую лабораторию, где будут действовать одушевленные игрушки. И она посылает сигнал, она нас лепит из ничего, из эфира, и заставляет действовать, разыгрывать спектакли. Более того, ученые утверждают, компьютерные гении уже сегодня начали создавать виртуальный мир, который в самом скором времени станет реальнее, чем тот, частью которого являемся мы. Так, по расчетам Террила, уже существует более ста миллионов игровых приставок, каждая из которых способна воспроизводить судьбу десяти тысяч виртуальных героев. Это означает, что совсем скоро настанет время, когда в виртуальной реальности будет жить больше людей, чем в реальном мире. Мы воспринимаем этот мир как практически реальный. То есть мы сопереживаем, мы находимся на месте события, мы следуем логике диктора и тому подобное. Де-факто этого мира нет. Он складывается из каких-то виртуальных особенностей волновых свойств эфира. Но отражаясь в нашем мозгу. Но самое удивительное заключается в том, что по мнению американского ученого окружающий мир развивается точно так же, как и реальность в хорошей компьютерной игре. Ведь в виртуальной игре, так же, как в обычной жизни, есть города, машины, деревья и люди, у каждого героя в компьютерной игре складывается своя судьба. Виртуальные люди, так же, как и мы, переживают, радуются, заключают браки. А кто-то все это время внимательно наблюдает за виртуальным миром и создает сложные ситуации для своих героев. По тому же, принципу, считает ученый, устроен и наш мир. А все существа смотрят, аплодируют, браво, классно. Поэтому, чем сложнее судьба, чем интереснее поступки, тем интереснее пьеса. Вот почему людей сводят принципиально противоположных. Потому что из противоположностей возникает интересная композиция. И если это действительно так, то может оказаться, что мы являемся лишь небольшой частичкой гигантского компьютерного воображения. Но что, если в действительности вокруг нас нет ничего? И мир состоит лишь из пустоты. Любая информация о мире, в котором мы живем, поступает к нам посредством пяти органов восприятия. То есть мы познаем мир, видя его глазами, осезая руками, вдыхая запах, чувствуя вкус языком и воспринимая звуки слуха. С самого рождения мы всецело зависим от этих органов восприятия. Мы не можем даже предположить, что мир, который мы видим, может быть другим, отличным от мира, существующего и познаваемого посредством этих чувств. Но кто может сказать точно, что наши глаза нас не обманывают? Последние открытия ученых доказали, что человек воспринимает окружающую реальность так, как видит ее мозг. Слух, осязание, вкус, обоняние, каждое из этих ощущений и восприятий передается в мозг как электрический сигнал и воспринимается соответствующими центрами мозга. Когда мы говорим «я вижу», на самом деле мы видим эффект, возникший в мозге в результате преобразования света в электрический сигнал. Все, что мы видим, осязаем, слышим и называем материей, миром или Вселенной, по сути, есть лишь электрические сигналы, отражающиеся от неких внешних объектов или источников энергии, которые передаются в мозг и формируют в нем визуальную, вкусовую, тактильную, обонятельную или звуковую информацию. Получается, что реальность — это расшифрованные мозгом электрические сигналы, полученные извне. И все удивительно яркие и точные образы, которые мы видим в течение жизни, формируются лишь в зрительном центре мозга, размер которого всего несколько кубических сантиметров. Есть вероятность, что реальный мир, который находится вне нас, очень отличается от того, который мы видим. Или же в нем может существовать множество сущностей или измерений, которые наши органы восприятия не передают нам, так как они не запрограммированы на их восприятие. Но если нам никогда не удастся определить, как в действительности выглядит мир, то откуда мы можем знать, каков он на самом деле? Где гарантии, что мы не являемся частью созданной модели и за нами никто не наблюдает? Ведь кто-то диктует нам, каким должно быть небо, трава или вкус пищи, которые мы употребляем. Кому же принадлежит внутренний глаз, который видит, воспринимает увиденное и реагирует на него? Философы со времен Древней Греции не переставали задумываться над призраком в машине, маленьким человеком в маленьком человечке и так далее. Где это я, использующий наш мозг? Кто это, с помощью которого мы познаем мир? Как говорил святой Франциск Осиский, мы все время ищем того, кто же все-таки сидит внутри нас. Но если нашего мозга и тела не существует, если окружающий мир в действительности пустота, тогда что такое разум? Быть может именно наше сознание то единственное, что реально. Более того, некоторые исследователи предполагают, что за гранью материального мира существует невероятное множество невидимых нам миров, в которые по своему выбору после смерти тела может отправиться душа. И количество этих реальностей постоянно растет. Ведь диапазон нашего восприятия очень ограничен. Мы, например, не видим инфразвуковые волны, мы не видим ультрафиолетовый свет, мы не видим инфракрасное излучение, мы не воспринимаем гамма-лучи. Но другие животные, они, например, воспринимают мир именно так. Пчелы видят мир в ультрафиолетовом диапазоне, поэтому им заметны многие предметы, многие растения, допустим, которые мы не видим. То, что за гранью нашего восприятия существуют другие миры, в 2012 году доказала группа математиков из Оксфордского университета. Ученым удалось на формулах показать то, о чем еще в 1950 году заговорил известный американский ученый Хью Эверетт. тогда физик выдвинул теорию о том, что мысль и события воздействуют на окружающий мир. Он предположил, что каждое новое событие вызывает разделение Вселенной, а значит, количество новых реальностей постоянно возрастает. Но может ли человек перемещаться из одной реальности в другую? И если в этой реальности на Землю обрушится астероид, то всегда существует возможность перенестись в ту реальность, где космическое тело пролетело мимо планеты. Но если большим топором нельзя разрубить комара на 100 частей, это не значит, что комар неделим. Когда у нас будет техническая возможность, мы это сделаем. Для того, чтобы это сделать, необходимо определенное оборудование. работающее на принципах, которые уже сегодня открыты. Согласно теории Эверетта, других реальностей столько, сколько существует вариантов развития каждой ситуации. К примеру, водителя машины видит выскочившего на дорогу пешехода. В одной реальности он, избегая наезда, гибнет сам, в другой попадает в больницу и остается в живых, в третий гибнет пешеход. Наверняка есть и другие варианты развития этой ситуации. Но тогда получается, что число альтернативных сценариев бесконечное. А это может означать только одно. Мы живем лишь в одном из множества параллельных миров, но далеко не в единстве. Эту теорию подтверждает и российский ученый Юрий Иванов. Физик уверяет, человечество уже открыло как минимум две реальности. Это микро и макро миры. Часть этих миров мы научились наблюдать. Например, мы можем взять обычный микроскоп и посмотреть, увидеть там неких живых существ, которые не видимы обычным невооруженным глазом. То же самое мы делаем, когда берем телескоп. Мы смотрим наружу. Но мы должны понимать, что мы вот этот диапазон, который мы наблюдаем, это очень маленький диапазон. На квантовом уровне, на уровне элементарных частиц мы видим, как разные реальности, разные вселенные взаимоперетекают друг к другу или существуют в виде матрешек или взаимосвязанные между собой. То это как раз, наверное, наше лучшее понимание мира, такого, как он есть. Микро и макромир связывают невидимые волны. которые и могут стать проводниками в иную реальность. Иванов утверждает, чтобы попасть в уменьшенную копию нашей реальности, человеку необходимо уменьшиться в несколько десятков раз. При таких условиях, да, тела будут менять размеры в меньшую или в большую сторону. Причем, если мы изменим частоту до такой степени, что наши органы чувства прибора перестанут воспринимать, эти атомы и эти объекты вещественные, то они просто выпадут из поля нашего зрения. То есть как бы исчезнут. Для нас, вот если мы сидим внутри него, ничего не изменится. Как время шло, так оно и будет идти. Как кофе мы пили, так и будем пить. Понимаете, это все будет происходить для тех, кто остался. они увидят, что мы, с нами что-то произошло, мы превратились в дымку и мы исчезли из поля зрения их органов чувств и приборов. Мы не знаем, как на самом деле выглядит наш мир. Живем ли мы в кромешной тьме или же реальность полна ярких красок. Мы не можем уверенно сказать, что глаза нас не обманывают, а предметы, которые находятся вокруг, действительно существуют. и это не фантазия нашего мозга. Но что есть? В попытках найти хоть какое-то объяснение этому феномену сотрудники НАСА обратились к архиву и неожиданно обнаружили там отчет за 1995 год, в котором один из астронавтов подробно описывает то, как во время полета на шаттле он увидел за окном иллюминатора настоящий город. Мегаполис парящий среди звезд. Бывает, что космонавты видят с большой высоты объекты, которые, казалось бы, с 300-500 километров так детально видеть нельзя. В том же 1995 году космонавт Сергей Кричевский занимался исследованием странных видений, которые случались у космонавтов, побывавших на орбите. Необычные отчеты приходили после каждой экспедиции. Возникают такие необычные сновидения, эффекты с погружением и ощущением себя в каких-то ретроструктурах, типа динозавр, или в средних веках, или в будущем. Это один вариант введения эффектов. Есть еще и прагматические явления, свечения частиц глена, так называемые, когда видели что-то типа НЛО за бортом летает, за бортом. Исследователю удалось собрать десятки случаев рассказанных космонавтов. Одни описывали настоящее путешествие во времени, в далекое прошлое. То, как они неожиданно переносились на десятки, а то и сотни лет назад. Там на орбите вокруг Земли 300 и там более километров совсем другая среда. Не говоря о том, что люди в невесомости, но там очень сильно воздействует внешнее излучение, космические лучи, которые вот здесь мы их почти не ощущаем, они экранированы атмосферой плотной, а там это воздействует и может вызывать определенный эффект, в том числе возбуждая какие-то структуры мозга и в том числе порождая всякие феномены малоизученные. Однако космонавты утверждали, увиденное нельзя назвать галлюцинациями. Слишком реальными были все ощущения и перевоплощения, которые с ними происходили. Более того, как объяснить тот факт, что многие из космонавтов оказывались в будущем? Так однажды член экипажа орбитальной станции МИР увидел себя со стороны, будто на экране кинотеатра. Красочная картина развернулась за окном иллюминатора, прямо среди космических просторов. Он видел, как вместе с другими членами экипажа совершал выход в открытый космос, который должен был состояться со дня на день. Что если космонавты во время полетов пересекают границы между мирами, между прошлым и будущим? И за те несколько секунд, что они находятся в этих зонах, перед ними разворачиваются целые картины того, что уже случилось когда-то или только должно произойти. Эти границы, по предположению исследователей, похожи на невидимые потоки информации, высокоэнергетические лучи, которые заставляют человеческий мозг работать иначе, воспринимать и видеть то, что находится за гранью нашей реальности. Ты попадаешь в какой-то кусок воздействия луча, когда покасательный находишься в поле зрения, или что-то еще. ушел, все прекратилось. Но если такие зоны, где соприкасаются реальности, действительно существуют, то есть ли опасность, попадая в такой луч, застрять в междумире навсегда? Представьте, мы вокруг Земли летаем, а вдруг ты пошел, попал на Марс, дали по какой-то траектории попадающей, долго-долго ты находишься в луче, не 5 секунд, не 4 минуты, а те же 40, и вдруг ты войдешь, и будет некая психологическая кома, то есть вошел, а не вышел. Так существуют ли параллельные реальности? И если да, то где находятся зоны их пересечения? Быть может, эти границы действительно лежат где-то в просторах космоса? Но что если пересекая эти невидимые человеческому глазу области появляется опасность застрять в другой реальности? Звучит фантастически, если бы не последнее открытие ученых. Так совсем недавно в другой эпохе. Одни описывали, как они попадали в эру динозавров, другие говорили о том, что видели за окном иллюминатора самих себя и своих близких и даже слышали их голоса. Все так, будто за бортом космического корабля среди звездных просторов разворачивалась совершенно реальная жизнь, точная копия той, что была у каждого из них на Земле. Можешь оказаться в шкуре динозавра. У него был такой сюжет. Он ощутил себя динозавром, идущим в стае по какой-то горе по склону. Впереди еще несколько экземпляров. Он видел свои лапы динозавровые, чешуйки на шкуре, когда он там условно за кем-то гнался и так далее. Но как объяснить подобное видение? И с чем в действительности столкнулись космонавты? Некоторые специалисты предположили, что космонавты, совершая длительные полеты, входят в некий транс, и именно поэтому наблюдают странные, порой фантастические видения. Невесомость, повышенная радиация, постоянные солнечные вспышки, все эти явления дают повышенную нагрузку на мозг и психику космонавтов. И результатом этого становятся различные галлюцинации. Возникают эффекты внутренней игры сознания, мозга, человека, который находится в необычной среде. В отличие от нас, сидящих в земных условиях, физики из Европейского Центра Ядерных Исследований нашли подтверждение тому, что параллельно с нашим миром развиваются десятки реальностей, и все они находятся в пределах нашей Вселенной. Эти миры для человека неосезаемы и незримы, но они также реальны, как и тот мир, в котором живем мы. В 2011 году физики из Церна сделали сенсационное открытие. При помощи большого адронного коллайдера они разогнали микроскопическую частицу и определили, что ее скорость превысила скорость света. Но как такое возможно? Ведь до этого момента считалось, что опередить скорость света нельзя. После этого удивительного открытия ученые выступили с обращением за помощью ко всему мировому научному сообществу. В надежде на то, что найдется ученый, который сможет объяснить этот невероятный феномен. Ведь если ошибка не обнаружится, это будет означать, что мир вовсе не такой, каким мы его себе представляем. И помимо нашего трехмерного пространства существуют и другие более объемные измерения. И они могут иметь 30 или 40 пространственных объектов.